здравствуйте уважаемые учителя школ которые подключились здравствуйте все слушатели мы сегодня встречаемся с вами чтобы рассказать о нашем прекрасном не побоюсь этого слова институте расскажем для того чтобы вы понимали и возможно обратили внимание и поступили к нам в институт пожалуйста подождите я сейчас включу демонстрацию экрана у меня есть небольшая презентация и так видно да хорошо спасибо это как уже сказали наш институт является одним из старейших учебных подразделений начиная с 1938 года как естественный факультет якутского государственного педагогического института первого высшего учебного заведения в якутии в 56 году с образованием якутского государственного университета который вы возможно слышали такую аббревиатуру ягу естественный факультет конечно же также естественно вошел состав якутского государственного университета в 1960 году естественный факультет он разделился и мы получили статус факультета биолога географического при том же якутском государственном университете 2010 году уже биолога географический факультет вошел в состав вновь образовавшегося одного из крупнейших учебных заведений страны Северо-Восточного Федерального Университета. И в 2013 году наш факультет, он настолько вырос, очень много высококвалифицированных сотрудников стало работать в нашем факультете. И мы преобразовались в Институт естественных наук, которым являемся и сейчас. Учебная аудитория нашего института располагается, как тут уже написано, в одном из красивейших зданий города Якутска, который был построен в 1996 году, а мы переехали сюда, тогда еще БГФ, в корпус факультетов естественных наук. КФЕН называется сокращенно, это на улице Кулаковского. Как вы видите, вот здесь вот это огромное здание на берегу живописного озера, фонтаны здесь тоже. Здесь располагаются все наши лекционные, лабораторные здания, кабинеты. Здесь у нас есть столовая, можно перемещаться внутри здания совершенно спокойно, перейти из одного конца седьмого этажа в столовую. Вот вы видите, здесь слева округлое здание, это наше столовое, а над ним располагается зимний сад нашего университета, в котором я сейчас сижу. В нашем здании располагаются четыре учебных института, учебных подразделения, как мы называем. Это наш институт естественных наук. Извиняюсь, у меня звук ушел. Услуждаюсь, все нормально, мы наслышим. Вышло, да? Ага, тут написано было, вышло. Физико-технический институт и институт физической культуры и спорта. Вообще обучаются в этих институтах в нашем здании более четырех тысяч студентов. Очень большое количество и спокойно все размещаются, удобно, тепло, уютно, прекрасно. Но, кроме того, к нам еще приходят обучаться по химии и по общей биологии студенты из медицинского института. Их очень много, но все мы прекрасно здесь размещаемся. В нашем здании имеется для студентов уютная столовая. Я вот так рассчитал, что человек 200 одновременно могут там кушать. Рацион питания замечательный, готовят очень вкусно. Ну, очереди бывают, но все-таки все размещаются и по очереди кушают. Также в нашем здании есть два спортивных зала, в которых занимаются и студенты, и преподаватели. Проходят спортивные мероприятия различного уровня, даже международные, вот, дети Азии. Мероприятия проводятся различного уровня в нашем корпусе, даже те, которые не проводятся нигде в мире. Это, например, вот видите, вот слева вверху, это первый международный фестиваль международной интеллектуальной игры. Слева вверху. Ну и другие мероприятия проводятся. Это вот справа внизу, это наше мероприятие, посвященное прошлогоднее, посвященное юбилею таблицы Менделеева. Это по всему миру проводились такие конференции, встречи с интересными людьми. Мероприятия для студентов также проводятся в нашем здании. Студенты могут сами проводить какие-то свои занятия, кружки, не выходя из здания, не обращаясь не в общежитие, а просто в нашем здании. Проводятся здесь ежегодно фестивали науки, ночи науки, многие другие конкурсы для студентов. Даже выступают и инструментальные ансамбли, группы музыкальные. Вообще учеба в нашем институте, она традиционно, всегда, она подразделяется на две большие части. Это теоретическое обучение, которое проводится традиционно с сентября по июль. Теоретическое обучение проходит у нас в нашем корпусе. А учебные и производственные практики летние, которые не только могут быть, как здесь написано, в июне и июле, могут проводиться и осенью. Но это в магистратурах. Здесь вы видите, как проходят у нас занятия лекционные справа, лабораторные занятия слева внизу. И здесь ребята какие-то за семинар какие-то награды получили всегда. Мы очень ценим наших студентов и пытаемся и награждать, и поощрять обязательно. Институт наш сейчас состоит из четырех больших отделений. Первое отделение, одно из старейших отделений, это биологическое отделение. Здесь вы видите, чем занимаются биологи. Различные направления. Это и традиционные, фундаментальные исследования ботаники, зоологии, общей биологии. Ну и кроме того, сейчас широко мы внедряем научные направления изучения новых направлений биологических наук. Это молекулярная биология, новые направления в биохимии и генетике. Здесь работает, вот вы посмотрите, профессорский преподавательский состав из 19 человек и 29 научных работников, которые участвуют в образовательном процессе. Средний возраст, мы довольно-таки не старые люди. И количество кандидатов наук и докторов наук, особенно докторов наук, позволяет обучать и выпускать высоко квалифицированных специалистов-биологов. Следующее отделение – это химическое. Также очень перспективные направления ведутся в химическом отделении. Профессорский преподавательский состав замечательный. Много кандидатов наук, докторов наук. Молодые ребята, которые входят в состав этого отделения, они сейчас активно защищают свои научные исследования. Много изобретений приходится на химическое отделение. Не скромничая, даже можно сказать, что в год половина важнейших изобретений приходится на наше химическое отделение. Ребята, попрошу обратить внимание. Далее у нас экологи-географическое отделение, экологическое направление. Здесь экологи-географическое отделение, оно у нас разделено на направление экологическое и географическое. Первое мы рассмотрим экологическое. Здесь тоже качественный состав преподавателей позволяет выпускать специалистов в областях рационального природопользования и техносферной безопасности. Географическое направление экологии географического отделения, наверное, одно из самых романтичных направлений во всем университете, связанное и с географическими открытиями, и с историей изучения Земли. И я вам скажу, ребята, что у нас территория Якутии, она не только очень большая, она таит в себе еще много секретов, которые вы можете открыть, обучаясь на географии. И педагогическое отделение готовит учителей по направлениям, которые мы увидели уже. Это учителей биологии, учителей химии, учителей географии. Здесь работают три доктора наук и кандидаты наук. Они вообще очень много отзывов приходят от директоров средних общеобразовательных школ о том, что наши выпускники очень хорошо подготовлены в этих направлениях подготовки. Кроме отделений у нас имеется еще и наука. У нас сейчас работают шесть современных учебно-научных лабораторий. Современных научных лабораторий. Это совместная российско-германская лаборатория на эколого-географическом отделении, лаборатория электронных картографических систем. Вы здесь видите годы их создания. И годы их создания связаны с образованием Северо-Восточного федерального университета, когда университет получил возможность очень быстро развиваться. И сразу забегая вперед, не перечисляя эти лаборатории, надо сказать, что то оборудование, которое мы сейчас имеем, не имеет аналогов на всем Северо-Востоке России даже. Научно-исследовательская лаборатория электронных картографических систем. Она одна из древнейших, из современных наших. Она работает с космическими съемками, с картами, как уже название говорит. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии занимается серьезными вещами. Там работают крупные ученые, которые известны и в мире. И занимаются они генетикой и человека, наследственными болезнями. Очень интересно. И ребятам занимаются в этих лабораториях. Учебно-научной лаборатории молекулярно-генетических и клеточных технологий. Год создания, посмотрите, 16-й год. Но это современная, быстро развивающаяся лаборатория по современным направлениям наук в биологии. Научно-технологическая, обратите внимание, технологическая лаборатория технологий полимерных нано-композитов в 2011 году была создана. Они занимаются открытиями, изобретениями в области технологий, химических технологий. В дальнейшем вам более детально об этом расскажут. Учебно-научная лаборатория био- и химоразнообразия экосистем Якутии, совершенно новая лаборатория, она работает по изучению свойств фармакопейных растений и внедрению разработок в биотехнологии, в новое направление биохимии и медицину, пищевую промышленность. Кроме этих лабораторий, у нас вообще-то институт большой, есть у нас зоологический музей. Экспозиции нашего зоологического музея, хотя и располагаются на скромной очень площади, без лишней скромности, опять же скажу, что все виды фауны Якутии находятся у нас здесь. Получается это по-разному, получается по-разному. К примеру, вы здесь видите внизу справа павлина, который у нас не живет, но мы хорошо, тесно работаем и сотрудничаем с нашим самым северным зоопарком Артодайду. И там работают все работники, там выпускники биолога географического факультета и института естественных наук. И они, конечно, прекрасные работники, они заботятся, кормят животных, даже потомство они приносят, и медведи, волки, какие-то сложные в обращении в неволе животные. Ну, конечно, бывает отход от старости, и вот этот павлин, который бросается вам в глаза, ну, они передали нам, мы сделали из него экспонат для обучения студентов, школьников. Вот у нас экскурсия проходит там замечательная. И еще есть у нас подразделение, это всем известный ботанический сад. Наша гордость, конечно, ботанический сад. Я вот сейчас сижу в нашем зимнем саду, здесь располагаются, это часть ботанического сада, здесь располагаются тропические и субтропические растения, которые интродуцированы, то есть привезли сюда и смотрят, могут ли они произрастать в наших северных широтах. Научное направление их такое. Но, кроме того, они несут очень большую общеобразовательную и методическую нагрузку. Они помогают методически выпускают учебные пособия для того, чтобы простые дачники, либо какие-то индивидуальные предприниматели в области сельского хозяйства, либо даже в самой отрасли сельского хозяйства могут прийти к ним за рекомендациями. Они помогают в деле повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Ну, любых. У меня все. Спасибо за внимание. Подтверждение правил приема Федеральной государственной автономной образовательной учреждения СВФО было издано 30 октября 2020 года. Вы все знаете, что в этом году приемная компания принимала документы в формате оффлайн. И в следующем году также предлагают принимать документы следующими способами. Первое. Вы имеете право лично предоставить документы или же через доверенное лицо по следующим адресам. Это город Якутск, Кулаковская, 42 будет это главный корпус. Если же вас интересует технический институт СВФО города Ниренгри, то непосредственно по адресу Кравченко, том 16. Политехнический институт, это филиал СВФО города Ниренгри, Аюнского, 14 и Чукотский филиал СВФО, это Чукотский автономный оправ, Андеренгри, Свинческое, дом 3. Также вы имеете право направлять документы через оператор почтовой связи общественного пользования по адресу Республика Сахая-Хутия, город Якутск, Белинского, 58 с отметкой приемной компании СВФО. Также можете подать документы в электронном формате посредством электронной информационной системы СВФО через личный кабинет абитуриента через сайт прием2021.св.ру. Здесь документы должны быть на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования или же фотографирования. Также в этом следующем году предлагают подавать документы через портал госуслуги. Документы направляются в электронную форму посредством Федеральной государственной информационной системы Единый портал с использованием суперсервиса поступления ВУЗ онлайн. Какие документы необходимо будет предоставить для поступления в приемную компанию? В первую очередь, конечно же, паспорт гражданина, документы об образовании, это может быть среднее образование, может быть документы СПО, среднее профессиональное образование, страховое свидетельство при наличии, документы, которые подтверждают особые права при поступлении, это инвалидность, это ограниченные возможности здоровья, результаты участия в Олимпиадах и так далее. Документы, которые подтверждают инвентальные достижения, договор о целевом обучении при поступлении на целевую квоту, иные документы, которые могут предоставляться абитуриентам, и также две фотографии для лиц, которые поступают на обучение по результатам внутренних вступительных испытаний. И также форму платного обучения. Количество вузов и какое количество заявлений вы имеете право подавать в следующем году. Ну, максимальное количество вузов предлагает пять выбрать, максимальное количество направлений предлагают от двух до десяти, раньше было минимум на три направления. В СВУ уже будут следующие ограничения. Не более пяти образовательных программ в половном вузе и не более трех образовательных программ в каждом из филиалов вуза. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе, не более чем по пяти образовательным программам головного вуза, и не более чем по трем образовательным программам отдельно в филиалах. Какие сроки подачи будут заявлений? Здесь надо обратить внимание, потому что если вы опаздываетесь с подачами заявлений, то, к сожалению, уже ваши документы не будут рассматриваться. Посмотрите, приемное обучение по очной, заочной форме обучения на бюджетные места, отлиц, который поступает по результатам вступительных испытаний, проводения СВУ, начнутся 20 июня по 11 июля. Сроки вступительных испытаний, которые организует уже ВУЗ, отлиц, поступающих по результатам ЭГИ с 20 июня по 25 июля. На прием обучения по очной и очень заочным формам обучительные платные места, отлиц, который поступает по результатам вступительных испытаний СВУ, который проводят с 20 июня и не поздним 15 октября, при наличии вакантных мест. Отлиц, который поступает по результатам ЭГИ на платные места с 20 июня по 20 августа. Приемное обучение по заочной форме обучения платные места, отлиц, который поступает по результатам вступительных испытаний, проводимых СВУ с 20 июня по 15 октября, а также отлиц, который поступает по результатам ЭГИ с 20 июня по 15 октября. Конкурсные списки. В следующем году будут изменения. В конкурсном списке уже не будут указываться фамилии поступающих, будут указываться номер СНИЛС, это изменения. Также будут указываться сумма конкурсных баллов, это вступительные испытания, индивидуальные достижения, сумма баллов только за вступительные испытания, количество баллов за каждое вступительное испытание, наличие преимущественных прав, наличие заявления о согласии на зачисление. Также в следующем году вся эта база будет одновляться ежедневно не менее пяти раз в день. И старт выставления конкурсных списков начнется 27 июля. Сроки зачисления. В этом году сроки зачисления были три раза. Следующего года будут тоже изменения. Зачисления будут проводиться только в два этапа. Первый этап 30 июля, это этап приоритетного зачисления. День завершается приема заявления о согласии на зачисление 28 июля. И второй этап 5 августа, основной этап зачисления будет. День завершения приема заявлений о согласии на зачисление будет 3 августа. Еще раз обратите внимание на сроки зачисления и подачи документов, а также на заявление на согласии. Минимальные баллы по вступительным испытаниям ЭГИ для участия в конкурсе на поступление. Есть некоторые изменения. В следующем году русский язык минимальный балл это 40, математика 39, физика 39, общество знания 45, история 35, информатика 44, иностранный язык 30, литература 40, биология 39, география 40, химия 39 баллов. Вступительные испытания. Здесь мы вам предлагаем вначале подумать о выборе профессии. Для этого вас, конечно, могут сориентировать ваши близкие, родители, друзья, возможно, учителя. И только после этого уже подумать о выборе вуза, в котором вы хотите в последующем учиться и получать знания. И потом уже сориентироваться по предметам единого государственного экзамена. Напоминаю, что заявления на участие единого государственного экзамена будут приниматься до 1 февраля 2021 года. Вступительные испытания каким образом будут суммироваться? Выпускники школ, естественно, здесь будут учитываться результаты единого государственного экзамена и также результаты вступительных испытаний в вуза. Так, максимальное количество баллов для вступительных испытаний – это не выше 100 баллов. Выпускники среднего профессионального образования могут учитываться или результаты ИГЭ, или же результаты вступительных испытаний, которые проводит непосредственно ВУЗ. Вступительные испытания также будут учитываться по результатам различных, скажем, документов при наличии. Если, например, ВУЗ устанавливает вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриента, или же от лиц профессионального образования, это вступительные испытания, это какие-то творческие испытания могут быть, профессиональные испытания, или же собеседования. Инвалиды тоже отдельные какие-то могут быть ограничениями и так далее. Для иностранных граждан тоже могут быть там изменения. Так, ну, здесь предлагаю посмотреть право выборов вступительного испытания, да, на примере автодорожного факультета. Смотрите, здесь обязательно экзаменом является математика, русский язык, и далее уже по выбору идет физика или же информатика. Для абитуриентов, которые являются с дипломом в ПО, так здесь может быть собеседование вместо, например, третьего экзамена. Далее. Для того, чтобы правильно подготовиться к экзаменам, факультет довузского образования предлагает подготовительные курсы. Вы их можете посмотреть на информационном портале в duop.ru.ru, так, и здесь размещены как раз курсы, которые предлагаются уже в следующем году, да, это подготовка к итогам сочинения, полные курсы по подготовке ЕГЭ, подготовки ОГЭ, интенсив курсы по подготовкам и так далее, и так далее. Здесь есть достаточно полная и хорошая информация, заходите, смотрите, интересуйтесь. Далее. Так, каким образом будут формироваться баллы? Лидия Андреевна, в принципе, рассказала, ознакомила вас чуть-чуть, да, но я давайте еще раз напомню, да. Предлагает следующую форму формирования конкурсных баллов. Здесь, например, абитуриент, который имеет единые государственные баллы, максимум 60 баллов, да, и не имеет никаких достижений. Соответственно, конкурсные баллы будут 65 баллов. Или же абитуриент, у которого имеется государственный итоговый экзамен, скажем, 60 баллов, да, но он у него еще имеется дополнительные итоговые баллы, например, в сумме 6, да. Итоговая тогда конкурсная балла будет составлять 66 баллов, да. Баллы учитываются до 10. Так, ну и здесь есть перечень тех индивидуальных достижений, которые будут учитываться. Это, например, если вы являетесь чемпионом или призером Олимпийских игр до 10 баллов. Победители национальных и международных чемпионатов от 6 до 8 баллов. Если же у вас имеется отличие от ДТО, золотой значок, до 3 баллов. Документы об образовании с отличием, это золотая медаль, может быть, да, это диплом с отличием для выпускников с красной. От 2 до 7 баллов. Тут есть различия. Волонтерская или добровольческая деятельность 3 балла. Участие в результатах участия Олимпиад школьников от 4 до 7 баллов. Участие в различных мероприятиях, которые включены в перечень утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 4 до 7 баллов. И иные различные спортивные достижения от 1 до 8 баллов. Результаты участия Олимпиад школьников предлагают следующим образом высчитывать. Смотрите, например, если вы являетесь дипломантом Всероссийской Олимпиады школьников, то при поступлении в ВУЗ у вас будет учитываться 10 баллов. Если же вы являетесь финалистом, также 10 баллов учитывают. Если же вы являетесь дипломантом в ВУЗовских Олимпиад и сперечным СОЖ или же участником заключительного этапа, здесь также будут учитываться эти баллы. При поступлении без экзаменов 100 баллов вместо своих баллов, это более 70 баллов, и плюс 10 баллов, если, например, меньше 100 баллов идет. Если же вы являетесь просто участником заключительного этапа, то 4 балла. Олимпиады и сперечных Министерств образования и науки Российской Федерации здесь представлены. Это Северо-Восточная Олимпиада школьников, Олимпиада Сумат, Олимпиада Звезда, Олимпиада Будущее Сибири, Отрестливая Олимпиада Газпро, а также региональная Олимпиада в ВУЗов Томской области и Олимпиада Бельчонок. Иные спортивные достижения здесь учитывают результаты деятельности интеллектуальных видов спорта, шахматы, шашки, победителям 8 баллов и так далее. Так, далее. Информационное сопровождение. Здесь вы можете сфотографировать или переписать сайты, где предлагают получить более полную информацию о приемной кампании. Это через ссылку поступи.свуфу.ру или же через сайт федуок.свуфу.ру. Всю информацию вы можете здесь также получить. А также, как сказала Олегия Андреевна, вы можете пройти на сайт нашего института и также получить какие-то ответы на свои вопросы. У меня все. Спасибо за внимание. Всем добрый день, дорогие наши будущие абитуриенты, их родители, а также гости и уважаемые преподаватели. Посмотрите представиться. Еще раз, меня зовут Гаврил Винокуров. Я являюсь председателем форума по союзной организации студентов Института естественных наук. И я сегодня расскажу вам вкратце о студенческой жизни. И хочу начать сперва с самого нашего Северо-Восточного федерального университета Максима Кирьевича Моссова. Не буду углубляться в историю самого университета и буду о нем с вами узнать, когда вы поступите в СУФУ. А сегодня расскажу про самые основные моменты. И лектором нашего университета является Анатолий Николаевич Николаев. Вы можете видеть на слайде. Он был с 2013 по 2017 года директором Института наук. И в СУФУ очень много студентов. Обычно в будни, дни, все учебные корпуса идут в жизни. В данное время обучаются более 13 160 студентов очного обучения в самом разном направлении. И на своем экране вы увидите карту нашего студенческого городка, где находится большинство учебных корпусов и общежитий для проживания студентов. И, конечно, много разных зданий, которые помогают разукрасить досок студентов. И о них я расскажу более поподробнее на следующих слайдах. Вы карту можете увидеть и посмотреть на сайте нашего университета. И также можете сделать скриншот или можете сфотографировать. На фотографии вы увидите наши учебные корпуса, которые находятся на территории студии Институтского городка. Слева сверху вы можете увидеть наш главный учебный корпус, в котором вы можете прийти, когда вы будете сдавать ваши документы во время приемной кампании. Ну, если в этом году, в следующем году, да, наша конечная ситуация. Слева снизу вы видите учебно-лабораторный корпус, в котором обычно находятся все главные сотрудники нашего университета. Врядом с ним стоит научная библиотека, то есть учебно-лабораторный корпус, да, в котором вы, в котором эта библиотека, вход бесплатный. Вы можете посетить там. Вот. Снизу справа можете увидеть корпус факультетов естественных наук, в котором учится много студентов из разных факультетов и институтов. И, конечно же, в том, наши студенты Института естественных наук. Вот в этом здании. Помимо учебных корпусов, в нашем студентском коротке есть, конечно, это общежитие. И на данном слайде вы можете увидеть наше общежитие корпус номер 17, который мы делим со студентами исторического факультета. Факультетом комендантом является наша многоуважаемая Матрена Андреевна. И в общежитии обычно заселяют практически всех наших иногородних студентов. Также, если останутся места, могут и городские заселить, и по их желанию. Общежитие для студентов является своего рода как дома. И общежитие дома. Также в общежитии есть свой студенческий совет, который проводит различные мероприятия в общежитиях. Например, после заселения вы, как будущие первокузники, можете поучаствовать именно в посвящении жильцов. Также, помимо учебных корпусов и общежития, студенты нашего университета могут бесплатно ходить в бассейн под названием Долгун, а также стадион Юность, видите на слайде, да? И также столовая номер пятнадцать. Столовая номер пять. Да, номер пять, да. Посещать в столовой юности и столовой номер пять. Где вот по низким ценам можно хорошо покушать, и они, кстати, все находятся в студенческом городке и располагаются в недалеке от нашего учрежития. Теперь я вам вкратце немножко расскажу про наши первичные профсоюзные организации студентов Северо-Восточного федерального университета. Вкратце называется ПОПОСУФУ. И председателем ПОПОСУФУ является ПОПОСУИН Анатольевич. Дальше я расскажу вкратце про наши основные мероприятия, которые проходят у нас. В этом году стартовало у нас новое мероприятие «Школа для старост и правопоргов», в котором новоиспеченные старосты и правопоргов первых курсов показывают и обучают о жизни в университете. Как обращаться с документами, как их обязанностям и о своих обязанностях именно в своем академической группе. На этом сайте вы можете увидеть, посмотреть фотографии из кадрообразующего мероприятия «Субсидиум», в которой уже третий год проходит. И в этом году, конечно, проходило в дистанционном формате. На данном мероприятии выявляют лучших и лидеров среди участников, проводят всякие разные встречи с разными людьми, проводят творческие вечера, выполняют разные задания. И в конце выявляют лучших и награждают. На данном мероприятии многие студенты знакомятся друг с другом. Это одна из возможностей познакомиться со студентами из разных факультетов и институтов. Также школа – это тоже обучающие мероприятия кадрообразующие, один из основных в нашем университете. Школа актива – самое яркое мероприятие, в котором через кастинг все студенты отбираются. Именно количество 85 лучших активистов. Вы, конечно, можете посмотреть поподробнее в инстаграме на официальной странице ППО СУФУ, а также в инстаграме нашего профсоюза ИЭН. Также у нас проходят такие ежегодные мероприятия, как спортагиады, в котором все профсоюзные организации, институты и факультеты, и, конечно, подразделения соревнуются в разных видах спорта, чтобы выявить лучшего. Обычно каждую выходные, субботу проводятся к фейн-пати по разным тематикам. То есть, можно сказать, это как культурное творческое мероприятие на здании именно корпуса ППО СУФУ. Также каждое лето у нас проходит слет активистов. Одно из крупных мероприятий в ППО СУФУ, где мы выходим на два дня на природу на местности Покровского тракта, 22-й километр. И вот два дня мы проводим культурные, спортивные настязания со всеми студентами университета. Также будут контактные данные ППО СУФУ, в котором вы можете все подробно узнать. Мы есть, конечно, в Инстаграме, ВКонтакте и Твиттере. Вы это можете сфотографировать, скиншот сделать. И давайте перейдем к профсоюзной Минорганизации студентов Института естественных наук. В данный момент я являюсь представителем, являюсь я, и, конечно, являюсь еще студентом нашего института, магистрантом первого курса. Цель нашего студентского профсоюза – это, конечно, защита и представление интересов и прав его членов, и организация доступа студентов, и содействие в самореализации членов профсоюза. Это наше самое крупное мероприятие. На слайде можете увидеть наше крупное мероприятие для первокурсников. В этом году у нас проходят тоже дистанционном формате посвящения первокурсникам, которые живут на группу. Обычно у нас проходит это в октябре, в ноябре месяце, и каждая академическая группа открывает своим номером по выбранной тематике, оценяя именно культурного центра Сергеевские огни. В этом году, к сожалению, у нас проходят в дистанционном формате. Обычно у нас проходят в таком большом культурном центре Сергеевские огни. И, конечно, у нас мы проводим для наших активистов и студентов обучающие мероприятия, обучающие мероприятия именно под названием Union Jam. И, конечно, мы проводим конкурс красоты и таланта для прекрасной половины нашего института Miss Natural Beauty. Который ежегодно проводится в марте месяца тоже на сцене культурного центра Сергеевские огни. И помимо выступления до дня Икса, до этого девушка принимает участие на различных мастер-классах, тренингах и тому подобное. И в конце дня Икса объявляет самой лучшей участницей по всей пройденным этапам. Также остальным девушкам предоставят различные номинации. Следующий слайд – это у нас личностное развитие студентов. Тоже озарение. Мы проводили в этом году в феврале месяца, где лекторами выступали, наверное, вы знаете… Так, я имя забыл. Разными лекторами интересных людей, которые выступают именно, рассказывают нашим студентам о жизни, как они добивались, что они именно в своем жизни помещаются. Также делаем мотивации ребятам, чтобы все наши студенты были в хорошем тонусе и так далее. И, конечно, мы ежегодно проводим Новый год в Атруме Кфен. Это тематические Кфен-пати, в котором выступают приглашенные звезды, разные постановки и игры. И, конечно, вместе со всеми нашими активистами, да, у нас бывают, конечно, корпоративные вылазки по разным тематикам. Ходим вместе на каток, кинотеатры, походы, экскурсии и многое разное. Нашим активистом, конечно, может стать желающий студент, любой из разных факультетов, институтов также. Но, конечно, мы, в основном, наш актив состоит из нашего института, естественно, наук. Так, и наши контакты, вы можете это фотографировать, можете сделать скриншот. Мы, конечно, есть во всех социальных сетях, во всех социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте и Твиттере. Вот, можете посмотреть, подписаться, можете все подробнее опубликуем, все вовремя, можете посмотреть. И хотелось бы, да, напоследок сказать, что студенческая жизнь – это новая ступень на пути к становлению быть взрослым, да. Нужно относиться к выбору будущей профессии, соответственности. И мы, конечно, будем рады видеть вас в наших стенах университета и, конечно, в наших стенах института. Всех ждем наших обиделевших будущих. Спасибо за внимание. И хочу показать короткое видео. Спасибо. Ребята, видно, да, видео? Да, хорошо, видно, слышно. Итак, у меня тут будет очень важно. Спасибо. 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 Если у вас будут вопросы, можете задать вам в чате. Итак, обучение на биологическом отделении, биологическим дисциплинам всё проходит, как я уже говорил, в два этапа, в две большие части. Это теоретическое обучение в лекционных и лабораторных аудиториях нашего здания. Никуда мы не уходим, в другие здания не ходим, все находимся здесь. У нас очень хорошие лекционные есть, аудитория оборудована современной техникой. Их вообще в корпусе больших по 150 человек размещением у нас 4 лекционных. Хватает. Также теоретическое обучение может проходить и в лабораториях института, и в научно-исследовательских лабораториях. Все это проходит с сентября по июнь. Кроме того, большое значение для студента биолога имеет практическое обучение. На первом курсе и на втором курсе студенты выезжают на практики для усвоения методик сбора материалов, для коллектирования и обработки материала. Они учатся собирать материал. На третьем курсе они уже сами по своей научной тематике, своей дипломной работой собирают материал. Могут даже одни. Тут показано, какая веселая жизнь. Студентам всегда это очень нравится. Хотя живут они и в палатках довольно продолжительное время, но все всегда у нас оборудовано. Есть столовая, где-то она вот здесь внизу посередине. Ребята там кушают. Там же занимаются, выше показано. Проходят лабораторные занятия справа вверху, лекции слева внизу и экскурсии и сборы материала. Далее, значит, несколько слов о наших научно-исследовательских лабораториях, которые относятся к биологическому отделению. Есть у нас очень прекрасная лаборатория, именно научно-исследовательская, молекулярной биологии. В этой лаборатории студенты тоже могут приобретать навыки будущего исследователя. Она вообще-то довольно серьезная лаборатория и настраивает студентов в будущее, готовит студентов в будущей научной деятельности в области генетики, биохимии, молекулярной биологии и других передовых направлений биологической науки. Перед вами, значит, главный научный сотрудник, довольно известный, очень известный в мире ученый. Вот такие у них есть научные труды, которые публикуются не только в России, но и в серьезном издании «Новосибирсная наука», но и за рубежом. Они выпускают учебные пособия, которые помогают студентам, выбравшим профессию генетика, постигать сложности науки, грызть гранит. Они делают изобретения, в этой лаборатории появляются изобретения, есть у них несколько патентов, в том числе и совместные с зарубежными странами. У всех наших лабораторий, которые я вам показывал, шесть лабораторий Института естественных наук, есть международное сотрудничество, при помощи которого к нам приезжают и аспиранты с других стран мира. Интересно с ними бывает, с студентом общаться. И наши студенты довольно в большом количестве выезжают и за рубеж. То же происходит и в биологическом отделении. Мы по контактам выезжали в Тулузу и, кроме того, приезжал исследователь, тоже про генетическую историю человека, Винстант Ленигорский, который уехал в Хану и там проводил исследование, то, что у вас на слайде. Следующая лаборатория – молекулярно-генетические и клеточные технологии. Научное направление ее – это исследование в этой области. Очень, как я уже говорил, быстро развивающаяся лаборатория. Имеет плотные контакты с университетами Южной Кореи. Приезжают к нам и профессоры отсюда, работают по магистрским программам, встречаются с бакалаврами-студентами, привлекая и обучая их тонкостям вот этого направления. Работают здесь молодые люди. Состав лаборатории молодой. Лаборатория прекрасно оснащена для исследований подобного рода. И ребята, и студенты, пройдя обучение методики, работая с оборудованием и с объектами исследования, могут в этой лаборатории свои исследования проводить. Вот это студенты уже четвертого курса. Да, не четвертого курса. Они уже спокойно там работают, им доверяют. Они проводят свои исследования для написания дипломной работы. Новая, совершенно новая учебно-научная лаборатория. Мы считаем, что она имеет большой потенциал. Это лаборатория биохеморазнообразия экосистем. У нас есть молодая, хоть и молодая сотрудница Чирикова Надежда Константиновна, она уже доктор фармацевтических наук, профессор. Цель этой лаборатории – биохимические исследования фармакопейных растений для применения в следующих областях. Приоритетные направления деятельности, перспективы, в каком будет развиваться дальше биологическое отделение, вот перед вами это основные, конечно, но еще есть множество. У нас есть договор с Палеонтологическим институтом Российской Академии Наук в Москве для подготовки палеонтологов в Якутии. Потому как в Якутии и последними исследованиями, и предыдущими было найдено множество окаменелых остатков палеонтологического, в палеонтологии. Остатки древних животных, которых нигде в мире нет. И для Якутии сейчас требуется изучение, и нужны собственные специалисты, и мы будем готовить их. Если есть интерес, поступайте. Далее будем вести целевую подготовку специалистов по их теологии, рыборазведению, аквакультуре для рыбохозяйственной отрасли. Это очень важно. Нам, к сожалению, довольно мало приходит студентов с арктических улусов. Если у вас есть контакты, связи, пожалуйста, предлагайте, что мы эту работу будем усилять. Это очень перспективная работа. Вы никогда не останетесь без работы. Забегая вперед, я еще скажу, что все наши студенты на протяжении пяти лет, по всем направлениям они трудоустроены сто процентов. И третье направление, которое мы сейчас развиваем при помощи лаборатории, которую мы показали наши биологические, это развитие направлений подготовки специалистов в области интересных направлений биологических наук. И молекулярной биологии, новые разработки в биохимии, и биотехнологии, и вообще внедрения в промышленность. Итак, приходите к нам учиться, и на биологическое отделение в том числе. Спасибо за внимание. Дорогие школьники, учителя, родители, дорогие коллеги. Хочу рассказать вам об образовательной программе 040501 «Фундаментальная прикладная химия». Ну и пригласить, конечно же, школьников на это направление. Как здесь уже выше говорили мои коллеги, что вот эта образовательная программа, она представляет из собой специалитет. Обучение проводится в течение пяти лет. И немножечко отличается, конечно, по программе от образовательных программ бакалавриата. И имеет свои какие-то специфические особенности. Но пугаться совершенно не надо. Раньше она называлась просто химия. Точно такая же программа специалитета. Но надо отметить, что вот наша программа, это «Фундаментальная прикладная химия», она и в 2011, 2012, 2013, 2017 была признана как лучшая образовательная программа инновационной России. Вот ежегодно проводится экспертиза образовательных программ вузов, всех российских вузов, и в том числе нашего. Вот чем мы занимаемся здесь, химики в Якутске. Значит, несмотря на то, что вот так вот мы называемся, фундаментальная прикладная химия, вы знаете, что существуют приоритетные направления и критические технологии научного развития, научно-технологического развития Российской Федерации. И под многие из них вот мы подпадаем. Особенно мы, значит, занимаемся индустрией наносистем, технологией получения обработки конструкционных наноматериалов, технологией мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращение ликвидации ее загрязнения. И вот это как раз вот наше направление. Значит, ну здесь вот показано, что преимущественно какие, значит, разделы мы выбираем научных направлений. Это нанотехнологии, это графеновая технология, это биотехнологии, которые позволяют нам разрабатывать конструкционные наноматериалы. Значит, вот для чего мы все это со студентами делаем. Те студенты, которые поступают к ним на химию, они активно с первого курса привлекаются к научной деятельности. И уже к пятому курсу вот вы видите, что многие из них являются соавторами патентов, изобретений вот по новым материалам. Это какие материалы композиционные? Они, во-первых, морозостойкие, износостойкие, высокая эластичность, стойкость в различных агрессивных средах, бензинах, керосинах, нефтях и так далее. Значит, вот это все как элементы технических систем, ну и автотранспорта, и трубопроводного транспорта, водного транспорта. В общем, любая техническая система, будь то машина, автомобиль, самосвал, контейнер, ну все они имеют так называемые узлы трения, где стоят материалы специальные, треботехнические или антифрикционные материалы, материалы для узлов трения. Так вот, оказывается, в нашей республике Саха, в зимний период особенно, вы знаете, что у нас зима длинная, 9 месяцев зимы остального лета, да? Вот, эта техника практически не работает. И вот мы, химики, республики Саха, совместно со своими студентами разрабатываем специальные материалы для того, чтобы повысить и надежность, и долговечность вот таких технических систем. Здесь как раз показана фотография, где наши всегда выступают и участвуют в различных выставках, салонах. Здесь как раз московский салон изобретения и инноваций. Всегда, ежегодно, но только, конечно, в этом году мы не участвовали, и всегда привозят дипломы. Ну, здесь я хотела немножечко показать технологию, которую, значит, мы разрабатываем, нанотехнологии. Как получить требуемое изделие с заданными свойствами? Что для этого мы должны сделать? Как мы принципы эти делаем нанотехнологические? Как обрабатываем материалы? Все это студенты у нас проходят. То есть в наш учебный план введены специальные дисциплины, которые позволяют получить вот знания, компетенции по разработке новых материалов. Но если говорить о цели вообще вот этой программы фундаментальная прикладная химия, это, конечно же, в первую очередь подготовка специалистов в области фундаментальной прикладной химии для нужд экономики Северо-Востока Российской Федерации, мы тут пишем. Но в первую очередь, конечно же, для республики Саха, для нашей республики. И вот где они могут работать, выпускники наши. Это и научно-исследовательские институты, академические институты. Практически во всех академических институтах, Ян Цзэ, Соран, есть химические лаборатории, где работают наши выпускники. Кроме того, у нас есть государственные и негосударственные компании, где тоже имеются такие лаборатории, где тоже работают наши выпускники. Ну вот, могут работать не просто в области химии, но в смежных областях тоже. Это материаловедение, биохимия, геохимия, нефтехимия, экология, фармацевтика. С тем, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие нашей республики. Вот тут показано, что у нас, конечно, стандарты меняются, вводятся все новые и новые стандарты. Сейчас мы работаем по ВГОС 3.2+, это федеральный государственный образовательный стандарт. И вот обратите внимание, на что я хочу. Во-первых, это специалитет. Я вам уже сказала об этом. Срок освоения у нас 5 лет. Вот квалификация, которая присваивается нашему выпускнику, это химик.преподаватель химии. Потому что в этих последних ВГОС как раз введена дополнительная квалификация преподаватель химии. Поэтому, значит, это очень удобно и хорошо. Значит, наш выпускник, который закончил вот эту программу, может работать как в научной деятельности. Вот тут у нас профессиональная деятельность прописана. То есть может и научно-исследовательскую выбрать себе специальность, либо научно-производственную, либо просто производственную, либо педагогическую. И многие выпускники, в общем-то, выбирают школы, едут к себе с тем, чтобы преподавать химию. Ну, понятно, что каждый стандарт имеет свои общепрофессиональные компетенции, которые должен освоить наш выпускник для того, чтобы мы уже со спокойной совестью говорили, да, вот мы подготовили выпускника химика. И вот все это у нас, конечно же, прописано, регламентировано и в учебных планах, и в рабочих программах. То есть все то, что вот закладывается современными стандартами по химии, у нас здесь, на нашем химическом отделении, мы как раз это закладываем в нашего студента. Но немаловажным являются, конечно же, и практики. Вот для химика особенно. Поэтому вот сейчас, когда наступил такой момент онлайн-обучения, конечно, мы испытываем некоторые трудности. Потому что химик, который своими руками что-то он прилил, приготовил раствор, что-то замешал, порвал, протер, если он не сделал, конечно, мы показываем там видеофильмы, но есть тут свои особенности, что это не есть хорошо для практик. Но тем не менее, я думаю, что мы преодолеем. Здесь как раз показаны наши студенты, которые сидят у нас в лаборатории в наших и выполняют уже тонкие-тонкие инструментальные исследования. Так вот, у нас есть и учебная, и производственная, и педагогическая, и предквалификационная, но также есть и НИР, научно-исследовательская работа. Здесь хочу отметить следующее, что обычно мы, когда проводим вводную лекцию для студентов первого курса, мы приглашаем их в свой кружок. У нас есть кружок. То есть студенты с первого курса, уже вот эти первокурсники 20-го года, уже практически половина из них записалась в кружок, хотя, в общем-то, занимаемся мы онлайн с ними. Но, тем не менее, они изъявили желание уже попробовать что-то, какую-то тему развить, идею какую-то новую, потому что направлений очень много в нашей деятельности. Это вот не только разработка материалов для технических систем. Здесь у нас есть договоры с акционерной компанией «Алмаза», «Набара», «Акалроса». Но и, помимо всего прочего, сейчас, значит, у нас направление, вот то, что техническая компонента наших исследований, это и композиционные материалы медицинского назначения. Значит, сейчас ребята наши активно начали осваивать эту область. Значит, это разработка эндопротезов, то есть композиционных материалов для эндопротезирования. Вот это я хочу отметить. Дальше, среди новых направлений хочу отметить 3D-проектирование, новые технологии. И, наконец, хотела бы еще тоже медицинского назначения, это самоклеящиеся адгезивы, то есть добавляя в том числе наши растительные препараты, тот же лишайник, ягель, делают такие адгезивы, то есть медицинские клеи для такого назначения, как мочеприемники, калоприемники. Вот я сама никогда не знала. А оказывается, это очень большая проблема. И такие разработки уже сделаны нашими сотрудниками и студентами, и даже получили евразийские патенты. Так, вот места проведения практик. У нас есть, конечно, свои заказчики, в том числе в первую очередь это Институт проблем нефти и газа. Значит, всегда они набирают, и сейчас просто с руками ногами оторвали студентов третьего курса, заказывали 10 ребят, но мы им дали только 5, поскольку самим надо. Значит, где работают наши студенты? Ну вот посмотрите. Во-первых, у нас есть роскошная лаборатория. Значит, учебно-научно-технологическая лаборатория технологий полимерных нано-композитов. Вот Василий Егорович об этом уже упоминал. Что касается Института проблем нефти и газа, да, значит, там и проходят у нас практику, и лучшие из лучших там и остаются. То есть даже хочу сказать следующее, что основной коллектив практически всех лабораторий этого Института состоит из химиков, вот выпускников нашего Института. Кроме этого, почему у нас, я дальше расскажу, почему мы выбрали биологию в качестве экзамена ЕГЭ, потому что у нас следующим заказчиком является Институт биологических проблем креолитозоны. Это и биологически активные вещества, это и механо-химические биотехнологические технологии, и с удовольствием тоже наши студенты проходят там практику, и там же и трудоустраиваются. Те, кто хотят работать на производствах, у нас есть договор о технологии базальтовых материалов, там тоже работают химики. И кроме того, я вот уже сказала, что в этих компаниях, как АК Алроса, значит, АО Алмаза-Набара, наши же выпускники создали свои собственные химические лаборатории. И выпускников, значит, мы направляем туда. Кроме того, в ГУПСах АМИТ-ПРОМИ у нас тоже работают наши выпускники, но, конечно, не забываем и школы, не забываем школу. Оборудование, на котором работают наши студенты, оно самое-самое современное и самое уникальное. То есть в свое время наши химики, мы участвовали практически во всех конкурсах грантов и выиграли и национальный проект образования, и индустрия на нас, систем вот как раз под оборудование. И нужно сказать, что и в этом году тоже университет выиграл, в том числе и мы, федеральный проект по дооснащению и закупке современного оборудования в нашей лаборатории. То есть я хочу сказать следующее, что вот здесь представлено оборудование, оно уникальное. На самом деле уникальное и самое современное. Немногие вузы могут похвастать этим, что у них есть такое оборудование. Мы же допускаем студентов для своих научных исследований в нашей лаборатории. Ну, понятно, что химики мы плотно, я уже сказала, что пишем и конкурсы, выигрываем гранты, в которых обязательно участвуют студенты. Мы даже по договору ГПХ их берем на какие-то доли ставок, для того, чтобы они могли работать в этих проектах, уже получая какую-то зарплату. Значит, из значимых я бы, как я, вот ФЦП хочу обозначить развитие, но это было давно. Вот благодаря этому 52 миллиона получили и закупили оборудование. Ну, и вот в течение уже 7 лет мы выполняем различные госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, у нас был проект, поддержанный и Национальным фондом Кореи, у нас есть много связей с корейцами, и в том числе и договоры были с компанией китайской, чанчуньской, компанией «Прикладная химия» специальных материалов. Так, ну и здесь вот я показываю о том, что, как Василий Егорович совершенно правильно отметил, во всех лабораториях есть, ну, свои коллеги из других стран. У нас, например, на химическом отделении работает профессор Джинхачо, он проводит здесь семинары на английском языке, читает лекции для студентов, аспирантов, магистрантов. И, кроме того, у него есть специальная школа, так называемая, «Капстон дизайн». Ежегодно мы отправляем химиков на стажировку в университет Мюанжи, благодаря тому, что профессор Чо имеет такой договор и оплачивает все, и трансферы, и проживание, и обучение наших студентов. Вот где работают наши студенты, я уже здесь вот-вот показала. Ну, просто хочу сказать следующее, что у нас-то химическое отделение, вообще специальность химия, только в 1993 году была открыта. Вот, ну, считайте, что 27 лет прошло, как только, ну, мы взяли, да, первого студента химика, и 22 года, как мы, ну, выпустили первых химиков в Республике Сахар. Значит, из них где-то 580, у нас набор маленький, поэтому выпускников не столь много, как у биологов, географов. Вот 580 по этой специальности мы выпустили. Из них у них, у нас уже два доктора наук, 32 кандидата наук. То есть я считаю, что это очень хороший показатель вот этой программы образовательной. Я вообще хочу сказать вот всем, которые слушают меня, школьники, родители, значит, вот поступайте в СВФУ, вы не пожалеете об этом никаким образом. По любой специальности, но в первую очередь, конечно, по фундаментальной прикладной химии надо поступать сюда. Значит, почему к нам? Значит, вот всегда не устаю приводить слова нашего президента Михайлова Евгения Исаевна, потому что это наш университет, самый дружественный университет студенту. Вот на первом плане у нас студент, все есть для студента. Обменных программ очень много, да. Стипендий повышенных, стипендиальная система развитая. Ну просто я вот сама являюсь членом Совета ФУМО Российской Федерации по химии, вот только что вчера заседала. Вот общаюсь со всеми коллегами со всех вузах, с деканами всех факультетов химических, всех вузов. Значит, таких стипендий, как 16 тысяч за научную деятельность, 14 за общественную деятельность и спортивную, вот ни в одном вузе нет. Это первое. Немаловажное. Во-вторых, это перспективы. Перспективы. Вот нас знают очень хорошо и в других вузах, и за рубежом, в зарубежных вузах. С удовольствием берут наших студентов. Вот я просто вам перечислю. Значит, у нас 4 студента закончили в магистратуре в Цикарском. Сейчас один из них, Федоров Кирилл, является аспирантом Гданьского университета. Скопцова Маша, Макаров Миша – аспиранты Чехии. Значит, вот Голикова упоминали, Лешу. Это аспирант университета МНЖ. Шаройко закончил аспирантуру в Каролинском университете Швеции. Ну, то есть можно перечислять бесконечно. Бесконечно. А вот здесь представлена Егорова Марфа, замечательная наша выпускница. Сейчас аспиранта в лаборатории графеновых нанотехнологий. У нее очень много, у нее статьи, которые она выпустила, значит, все с Q1. Ну, то есть очень высокорейтинговые статьи. То есть тот, кто хочет заниматься у нас наукой химической, вот, пожалуйста, you are welcome, что называется. Я с удовольствием всех вас сюда приглашаю. Дорогие ребята, учителя, коллеги, я вам хотела бы рассказать о направлении подготовки 18.03.01. Это бакалавриат, химическая технология. У нас есть нефтегазовый профиль, химическая технология углеводородного сырья и углеродных материалов. Ну, тут, я так понимаю, у нас остается не слишком много времени, потому что есть еще и экологи, есть географы, есть педагоги. И поэтому я попытаюсь не слишком долго рассказывать. А это Лена Алексеевна очень подробно рассказала нам о химии в чистом виде. Это очень интересная наука, мы тоже химики. Но не все пойдут в институты, не все могут заниматься научной деятельностью. На технологических предприятиях у нас в республике еще не существует. Учителя это, конечно, надежно и нужно. Но наше направление выпускает бакалавров, то есть уже людей с высшим образованием, которые способны работать на производстве. Если по фундаментальной прикладной химии вы можете разработать что-то новое в лабораторных условиях, получить патент, выиграть грант, это все замечательно, я сама этим занимаюсь. Но чтобы наша жизнь как-то кардинальным образом изменилась, нам нужно внедрить вот эти вот новейшие разработки в промышленность. А без наличия этой самой промышленности заводов в переработке в том числе нефти и газа, полимеров и других видов химического сырья, это, конечно же, невозможно. Мы долгое время, имеется в виду Российская Федерация, жили тем, что продавали нефть и газ. Сейчас это время заканчивается. Ну и как нам говорит наш президент Путин, что уже 70% всех доходов в России получается от переработки. И переработка углеводородного сырья – это очень актуальная задача для нашей республики. Именно таких специалистов мы готовим. То есть нужно производить что-либо, быть технологом, мастером участка, ну и там дальше можно подниматься по карьерной лестнице. Необходимо анализировать поступающее сырье и выпускаемый продукт. Для этого нужна лаборатория, которая следит за качеством. Я вам немножечко расскажу, чем отличается просто от химии наша специальность. Это не просто изучение химических дисциплин, это в первую очередь инженерная специальность. То есть очень хорошая, допустим, для ребят специальность. Вы будете знать электротехнику, вы будете уметь читать чертежи, вы будете иметь самое первичное представление о различных механизмах, о принципе их работы. И я думаю, в хозяйстве это вам очень пригодится. Вот даже я в свое время закончила химико-технологический вуз, и как-то вот до сих пор благодарна своему образованию, которое не позволяет растеряться о какой-нибудь сложной ситуации. Фундаментальная и прикладная химия – это важно и интересно. Это наука в чистом виде, плюс преподаватели. А мы же применение всего этого самого на производстве. Это делают именно химики-технологи. Это приоритетное направление развития. Ну вот действительно одно из самых важных в Российской Федерации. И ежегодно у нас присуждается стипендия президента только лишь несколько направлений. Это наша химическая технология и технология добычи нефти и газа. Это на горном факультете поддерживается этой стипендии президента. А сейчас, чтобы как бы не занимать слишком ваше внимание, хотел бы вам небольшую презентацию показать. Видно? Запускается. Хорошо видно. Это еще не видно. Есть, есть, видно. Вы видите свое, именно будущее, учащиеся здесь. Я собираюсь покупать администратуру на МИД-ХТ, это институт тонких химических технологий. Там большую часть является разработке лостомерных материалов. В будущем я бы хотела тут работать в качестве лаборанта и еще хотела бы открыть свою лабораторию. Это как бы уже считается новообучие мечта. Почему вы решили поступать именно на эту кафедру? Потому что в будущем, наверное, понадобится администратура в профессии, чтобы развивать науку и в дальнейшем тоже представить себя как новообучие. Интересоваться именно в отпуске химии. И как раз институт естественных наук, оказывается, предлагают технические технологии, выгодные полезности, выгодные технологии и выгодные направления. И какой бы вы дали совет абитуриентам этого года? Сделать правильный опыт и достичь своей цели. Мы, конечно, рекомендуем нашу кафедру, нашу сетку поступать к нам. И, соответственно, мы будем рады видеть вас в сентябре месяце. И студентам этого года я бы не дала совет не волноваться, поступать именно в нашу кафедру. Ну вот, спасибо. Как вы поняли, наши студенты проходят практику на всех нефтеперерабатывающих, имеющих к этому отношение в заводах и предприятиях. Они там потом трудоустраиваются. Это уже и ТАСС, и ЮРАХ нефтедобыча, это САХА нефтегазбыт, САХА Транснефтегаз в институтах тоже работают. В общем-то, если будут вопросы, наверное, в конце отвечу на любую. Спасибо. Мы представляем педагогическое отделение Института естественных наук. Наше отделение готовит учителей по трем профилям. Это педагогическое образование, профиль биология и химия, педагогическое образование, профиль география и экология, и также педагогическое образование, профиль химия. Ну, поскольку направление подготовки у нас звучит как педагогическое образование, Соответственно, наши выпускники чаще всего трудоостраиваются в образовательные учреждения, учителями в школах, преподавателями среднепрофессиональных и высших учебных заведениях. Также часть выпускников продолжает обучение в магистратуре и впоследствии трудоостраивается в различные научно-исследовательские организации. В 2021 году по нашему направлению выделено следующее количество бюджетных мест. По направлению педагогическое образование профиль химия по очной форме 10 бюджетных мест. По направлению педагогическое образование профиль биологии и химии по очной форме 15 и по заочной форме 20 бюджетных мест. По профилю география и экология выделено 15 бюджетных мест по очной форме. Далее у нас представлен слайд по вступительным испытаниям для школьников. Согласно порядку приема абитуриентов, абитуриенты, которые поступают после школы, должны предоставить приемную комиссию результаты единого государственного экзамена по русскому языку и обществознанию. И также с 2020 года введено профессиональное испытание, дополнительное вступительное испытание. Для выпускников, которые имеют среднепрофессиональное образование, ВУЗ включила в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные предметы, которые входят в список экзаменов для выпускников школ. Это общество знания и русский язык. Они проводятся в виде внутреннего экзамена на базе университета. Также выпускники, которые имеют среднепрофессиональное образование, как и выпускники школ, соответственно, проходят профессиональные испытания. Эти правила действуют при поступлении на все формы обучения, в том числе на очную и заочную. Что такое профессиональное испытание? Профессиональное испытание – это внутреннее испытание, которое проводится университетом. Испытание проводится в виде собеседования. Содержание испытания включается в вопросы по школьной программе в зависимости от выбранного профиля. То есть если вы поступаете на профиль биологии и химии, то профиспытание у вас будет по биологии. Если выбираете профиль географии и экологии по географии, если выбираете профиль химии, то, соответственно, по химии. На этом кратко у меня все. Далее слово передаю доктору педагогических наук, руководителю образовательной программы, профессору Егоровой Ксении Горовне. Так, слышно, да? Да. Добрый день еще раз, коллеги, учителя, мои ученики. Огромное количество, я список посмотрела. Очень рада, что сидят все наши выпускники, выпускники Института естественных наук. Мне бы хотелось немножко затронуть вопрос, касающийся подготовки будущих учителей. Биологии, химии, географии, экологии. Дело в том, что, как мы все знаем, ну мы взрослые люди, есть в мире две профессии, которые необходимы всегда. Это в первую очередь, конечно, учитель, ну и в вторую очередь, конечно, врач. Поэтому я бы хотела то, что вот в подтверждении слов Сардана Анатольевны сказать о том, что если у вас лучший учитель, значит вы будете нашим студентом. Вот я вижу здесь своих выпускников, например, Дария Егоровна, да, из Катинского района Улуса. Даша как студентка была очень активной, позитивной, очень много лет работает учителем. И все ученики ее учатся у нас. Я бы хотела пожелать вам что? Главное, вы должны выбрать очень грамотно свою будущую специальность. Специальность учителя, она всегда востребована. Вы никогда не будете оставаться без работы, вы никогда не будете стоять на стороне от наших общих социально-экономических проблем. И вы будете всегда руководителями тех или иных образовательных учреждений. Это гарантия того, что как идет подготовка учителей на нашем институте естественных наук. Поэтому я вас всех приглашаю. Мы непосредственно занимаемся со всеми школами республики. У нас 13 базовых школ, где проходят все разного рода практики, фундаментальные по биологии, по географии, по химии. Проходит все обучение, которое вот сейчас показано было нашими химиками, биологами. Все наши студенты обучаются там. То есть фундаментальные подготовки идут в рамках института естественных наук. А подготовка учителей это чисто прикладная часть, направленная и отражающая работы будущих учителей в конкретных школах. Поэтому не от того, что там наши не поступают. Да, всегда поступают к нам. Но вот эти вот вступительные испытания, которые мы проводим на базе нашего института, позволяют нам отобрать лучшие из лучших, которые знают и биологию, и химию, и географию, и экологию. Поэтому я вас приглашаю к нам. Вы всегда будете востребованы на нашем обществе на сегодняшний день. Спасибо. У меня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Кафедра экологии у нас тоже нынче называется экологическое направление. Экологическое направление создалось по велению времени, так скажем, потому что раньше как-то не особенно экологию и охрану окружающей среды лелеяли. Но вот веление времени пришло к тому, что в начале 90-х годов надо было серьезно заниматься уже экологией, потому что состояние экологии начинает мешать развитию экономики. И вот на этой волне в 91-м году была создана кафедра экологии. Там у нас впервые была Прасковья Алексеевна Гоголева, заведующая несменной, 25 лет почти, была руководителем этого важного направления. Вот. Если мы посмотрим, мы готовим бакалавров. Ну, сегодня в основном о бакалавриате идет речь, но и занимаемся подготовкой магистратуры. Какие же экзамены поступительные, да, для того, чтобы попасть к нам на наше направление? Это русский язык, это география, математика. Не забудьте, не путайте, математика должна быть профильная. Не базовая, а профильная. Потому что это многих как бы дезориентирует, когда дети сдают обычную математику, потом приходят к нам, и оказывается, такая математика не подходит. А нужна именно профильная математика. Кроме того, мы принимаем и со средне-специальное образование СПО, то есть после училища и так далее. Ну, там идет своя система принятия. Ну, надо сказать, что экологов очень интересная жизнь. Они все-таки очень близки к природе. Поэтому основной напор у нас сделан, упор сделан на практике. На практике. Вот ребята, когда поступают, после первого курса сразу едут на учебно-полевую практику. И у нас здесь местонахождение поселка Ланка. Это тут недалеко, Хангаласка, но там зато есть все сферы, так скажем, среды природные, где можно было детей учить. И биология не получает знания по зоологии, методике проведения исследований и так далее. По ботанике, по топографии, по геодезии, по гидрологии, по метеорологии. Все это за полтора месяца. После второго курса у нас есть самая интересная практика, куда дети с большим удовольствием едут. Это, в общем-то, и сближает ребят и придает какой-то другой импульс их развитию. Это учебно-полевая межзональная практика, которая называется в народе у нас... Это, господи, дальняя практика. После третьего... Что-что? Что-то говорите? Что надо сделать? Не слышно или что? Все хорошо. После третьего курса идут уже у нас профессиональные практики, инспекторские, так называемые, когда ребята работают в инспекциях, получают навыки составления протоколов, составления различных документов по инспекторской работе, знакомятся с работой непосредственно, так скажем, на земле, да, какую ответственность они несут, за что люди отвечают и так далее. Это уже чисто такая практика. Иногда некоторые дети идут после третьего курса уже, да, на четвертом курсе на практику уже по предприятиям, конкретным предприятиям. Такие предприятия, как Газпром, Якутэнерго, Алмаз Анабара, ребята там работают уже экологами с точки зрения предприятия. Если в инспекции, в министерстве, ребята получают знания как инспектор, как административный ресурс, то другая сторона, как эколог на предприятии, да, вот это как бы две совершенно разные ипостаси. Вот здесь вот фотографии быстренько пролистаю, где наши проходят практику на Иланке. Очень красивое такое место. Вот ребята там успевают и порыбачить, и практику, практические задания выполнить. Вот так вот они ходят на маршруты, собирают ботаническая практика по ботанике, геологическая практика, когда они там ходят по горам, по скалам, смотрят, разбирают, откуда, что. Вот такие практики, видите, они ходят. Геологическая практика, геодезическая практика. Даже находят трилобиты, видите, вот это отпечаток какого-то существа, моллюска, которые свидетельствуют о том, что на Иланке, где Покросс когда-то было море или океан. Вот так вот они проходят. Делают, ознакомятся с геодезическими приборами, умеют работать и теодолитом, и нивелиром, чтобы это все вот практики, которые необходимы, если пойдете работать конкретно на предприятии. Вот так вот выглядит киодолит, нивелир, которым ребята учатся управлять. Вот это место, где наши ребята живут на практике. Ну вот, это вот самое интересное, межзональная практика, то есть дальняя практика, когда мы проезжаем через Бестях, центральной Якутии, едем до Алдана, и там мы в основном рассматриваем, знакомимся физико-географическими условиями, природными, да, а уже дальше, да, и вот на этом самом, на Булусе, вот Курюлюр, и потом Южная Якутия. Обязательно посещение Южной Якутии, чтобы увидеть контраст, контраст природных условий и вмешательство человека, так скажем, антропогенные условия. Вот это вот угольный разрез в Нерюнгре. Ой, нет, это не угольный, это золотоизвлекательный разрез по методу кучного выщелачивания. Вот, видите, на практику мы приехали туда, нас прямо показали, как приходит природа, порода, как она дробится, потом как она укладывается, потом угольные разрезы. Вот, смотрите, единственные два в мире есть таких больших экскаваторов. Это один стоит на Донбассе, другой стоит в Южной Якутии, в Нерюнгре. Вот такие вот, это уголь, пласты, ребята. Это вот большой, как он называется, велас огромный, где, вот, видите, наши ребята даже до половины колеса не доходят. Но они не выезжают на, дальше угольного разреза, только там. Вот работают в ботаническом саду, вот проходят там ботаническую практику. Ну, конечно, проводятся у нас различные конференции, научные доклады и так далее. Вот здесь вот работает, видите, академическая, высшая аттестационная комиссия, то есть по защите дипломов, вот сидят пять докторов наук. Пять докторов наук. Это тоже значимое явление, так скажем. Вот тоже самое, только в другой год. Ну, вот, наши выпускники после бакавриата получают диплом государственного образца и могут дальше продолжить обучение в магистратуре или уже идти самостоятельно работать. У нас очень много ребят сейчас работают инспекторами, наших выпускников инспекторами в Министерстве природных ресурсов, Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Вот, на должностях инспектор. Ну, вот, на такие практики, после третьего производственная практика. Вот, у нас есть тоже, я не стала делать акцент на том, что у нас есть научные лаборатории, одна из известных тоже во всем мире лабораторий Биом, которая работает совместно с германской стороной, поэтому, кто захочет заинтересуется наукой, пожалуйста, милости просим туда на исследование эти, применение вот этих методов и так далее. Вот, они тоже проводят очень интересные научные исследования. Вот так, участвуем во всех конференциях, получаем дипломы различные, которые потом идут в копилку, портфолио, да. Вот, участвуют на выставках, вот тоже наши на выставках, фестиваль науки обязательно. Ну, конечно, у нас есть прямая связь со школами, со многими школами, и это очень полезно и, так скажем, существенно, потому что со школами мы готовим уже со школьной скамьи себе абитуриентов, будущих, будущих экологов. Вот. Ну, ребята у нас, когда поступают, очень интересно живут, к сожалению, этот год у нас всех поставился с головы на ноги, да, то есть с ног на голову, то есть наоборот, поэтому мы не смогли провести нынче ни день эколога, ни день географа, который мы проводим и же осенью, каждую осень, да, когда ребята поступают. Ну, и одна из больших таких акций, которая считает, что экологи обязаны это делать, это уборка территории, то есть сбор мусора, да, сколько мусора мы собрали за все эти годы, это, наверное, никому не посчитать. Ну, тоже с географием проводятся спортивные ориентирования, различные, эти, как это, спортивные мероприятия тут же, да, которые, фактические мероприятия, это разложить палатку, разжечь костер, уметь перейти через водные объекты, ну, и так далее. Ну, вот, если вам интересно, скажем, путешествовать, если вам интересно познавать мир, если вы хотите увидеть, познакомиться с другими странами, культурами, если хотите поучаствовать в полевых, географических или экологических экспедициях, оценить степень различных воздействий на окружающую среду, участвовать в проектировании, проведении мероприятий по охране природы, разработать практические рекомендации по сохранению природной среды, обеспечивать экологическую безопасность нашей с вами жизни и народного хозяйства в целом. Также, если вы хотите моделировать процесс природопользования и более того, управлять этим процессом, тогда милости просим на наше экологическое направление. Ждем вас с большой радостью. Спасибо за внимание. География. Общая география. Ход 05-0302. Вступительные экзамены это география 40 баллов, биология 40 баллов и русский язык 40 баллов. Я озвучила минимальные баллы для выпускников СПО собеседование по географии Якутии и русский язык и биологии. Далее. Вот наше направление географическое после второго курса в обязательном порядке выезжает за пределами Республики Сахарь-Якутия и позапрошлом году студенты проходили практику на Крымском полуострове. А в прошлом году проходили практику в Алтае. Заодно посетили Казахстан, Киргизию и по-моему еще Таджикистан посетили, если не ошибаюсь. В этом году мы должны были посетить Кавказ, но, к сожалению, из-за пандемии все было отменено. Так, и здесь приведены сроки проведения вступительных испытаний. Прием документов начинается 20 июня, как для всех. И здесь на фотографиях видны, как мы проходим практику. Это все оплачивается, то есть университет полностью оплачивает эту практику. Далее у нас есть, ну, это у нас бакалавриат, есть очная и заочная, проходной балл минимум 120 баллов, количество бюджетных мест 27 и количество оплатных мест 3. Стоимость обучения составляет 297 тысяч, срок обучения 4 года. описание профессии. Кем могут стать студенты, которые учились у нас? Педагогами, педагог дополнительного образования для детей и взрослых, экскурсоводами, специалистами по вопросам благоустройства и озеленения территорий. И так как сейчас стало модно пользоваться информационными системами, есть выпускник может работать по этому направлению, то есть это дешифтирование спутниковых снимков, работать с БПЛА, БПЛА это беспилотные летательные аппараты и дальше есть несколько направлений, это у нас строительные организации может работать, в туристических организациях и в туристической деятельности, земельном кадастре, виспроектов, картографии, городской администрации и институтов. Конечно требуются следующие качества коммуникабельность, общительность, умение ладить с людьми, интерес к природе и к окружающей среде, интерес к компьютерной технике, интерес к спорту, аккуратность и ответственность, готовность к кропотливой работе, так как после третьего курса студенты проходят практику за рубежом, ну например в Польше, в Чехии и условия работы, работа в помещении или вне помещения, мобильная, подвижная и сидячая. Вот эту презентацию я вам отправлю на WhatsApp, в конце будет мой номер телефона, вы напишите мне, я вам отправлю вот эту презентацию. Здесь вот на фотографиях видно, как студенты во время международной практики, это после второго курса. И здесь производственная практика, это после третьего курса. В прошлом году ездили до Магадана, иногда ездят до Монголии, в зависимости от руководителя, но это уже после третьего курса. Контакты Марии Ионовны, это я, и здесь указан мой номер телефона, и по этому номеру вы можете мне написать или написать на мою почту, я вам отправлю эту презентацию, и если есть какие-то дополнительные вопросы, вы напрямую можете мне писать, я всем отвечу. Сейчас я слово передаю Светлане Алексеевне Ивановой, которая более 20 лет работает в нашем университете, и она является как раз тем человеком, который организует производственные практики за пределами Российской Федерации. Дорогие школьники, учителя, родители, коллеги, Мария Ивановна в общих чертах рассказала уже о особенностях нашей образовательной программы. Я остановлю свое внимание на некоторых нюансах, но постараюсь быть краткой. Итак, наша в этом году будет называться общая география. Это новая программа, у нас до этого называлась программа просто география, рефериационной географии и туризм. Это программа бакалавриата, она рассчитана на 4 года. В этом году у нас нам выделено 20 плановых мест очных и 14 мест тоже плановых очно-заочной формы обучения. Ну и вступительные испытания, еще раз повторю, после Марии Уновны, у нас следующее по результатам ЕГЭ географии, экзамен по географии, далее на выбор экзамен по биологии или математике, а также экзамен по русскому языку. Ну и математика тут тоже у нас профильная, так и об экологах. То есть в этом году у нас небольшое изменение наличия выбора второго непрофильного экзамена. Выпускники средних профессиональных учебных поведений сдают экзамены на базе нашего университета, тоже могут выбрать либо сдавать наш экзамен, либо если у них действующий сертификат ЕГЭ, то они могут предоставить его. Далее особенности новой образовательной программы общая география подразумевают выбор студентами профиля обучения. на первом и втором курсе студенты полностью общая программа, а на третьем и четвертом курсе идет профилизация и мы предлагаем три профиля. Это профиль гид-экскурсовод, то есть остаемся в сфере туризма, педагог, а также новый профиль специалист по вопросам благоустройства и отделенения территории. Далее ну каковы особенности нашей образовательной программы, чем мы отличаемся от других географических подразделений в других вузах. Ну занятия у нас ведут специалисты высокого уровня, это и наши преподаватели, это и специалисты, профессионалы, которые работают в настоящее время в информационных системах гидрометеорологии, в туризме и так далее. Ежегодно наши студенты проходят стажировки ведущих университетов как в Европе, так и Азии, проходят практики в турфирмах и нашей республики, а также и за рубежом, ну и конечно мы как географы много путешествуем, наверное, одни из самых путешествующих направлений в нашем университете. Ну давайте я ознакомлю вас с нашим руководством, руководит нашим отделением профессор Галина Несен Анатюк, руководитель нашей образовательной программы Жанна Федоровна Девкиева, кандидат географических наук. У нас имеется программа магистратуры, которая руководит Данилов, кандидат географических наук, сейчас он является коллектором по науке. Ну и эта программа у нас она программа двойного дипломирования реализуется совместно с университетом Экс-Марсель, это Франция, и со стороны французской руководителем является Себастьян Гадаль. То есть после бакалавриата вы можете продолжить обучение в нашей магистратуре. В этом году у нас магистратура не только по геоматике, но будет еще и по туризму. Так, ну что еще хотелось бы сказать, ну это вот будни наших студентов и у нас в стенах нашего университета, ну и вот на этой фотографии в университете во Франции Экс-Марсель, ну и как Мария Ивановна, у нас довольно насыщенные практики проводятся. После первого-второго курса практики учебные, причем после первого курса у нас практика специализированная проводится по топографии, по гидрологии, метеорологии, ландшафтовидению, а после второго курса выездная, дальняя практика, межзональная практика, и каждый год регион проведения практики меняется. Ну вот на этих фотографиях мы видим студентов, которые проходят практику на Алтае. Производственные практики, они проходят после первого, студенты проходят после третьего курса, и они тоже могут проводиться в разных формах. Ну вот на данной фотографии студенты наши выполняли роль гидов, экскурсовод, сопровождали группу студентов, университеты, с которым у нас довольно тесное сотрудничество, это студенты сельскохозяйственных университетов в Крахове, ну и студенты были гидами, и знакомили наши гости с Санкт-Петербургом, а также с Карелии и Мурманской области. А также наши студенты проходят практики в различных туристических фирмах, это и фирма, здесь они у нас показаны, в том числе и за рубежом, здесь мы видим нашу студентку, которая проходит практику в Польше в сурфирме, которая называется ВАБИ. Ну и коллеги до этого тоже у нас, как и у всех других отделений нашего института, очень довольно тесные международные связи, это и связи с университетом Марсель во Франции, с которым мы реализуем общую образовательную программу, она у нас реализуется в течение двух лет, то есть студентка обучается два года, один год в России, в Якутске, второй год во Франции, причем посольство Франции и в России оно предоставляет студентам на конкурсной основе стипендиальную программу. Далее наши студенты принимают участие в обменных программах, в частности по программе Евросоюза Erasmus+, а также по таким программам, как Север-Северу проводят обучение в течение семестра возле Канады, Норведи, Швеции, Биллиандии, Ну и также наши студенты обучались в университете города Нур-Султана, ну и университетов польских, таких как сельхозуниверситет в Кракове, а также педагогический университет тоже в Кракове. Причем такие стажировки они проводятся ежегодно, они могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. И студенты не только обучаются, но и принимают участие в конференциях. Ну и тоже у нас как в большинстве других подразделений имеются научные кружки и действует кружок международного туризма. Студенты активно записываются, в этом году тоже записались ко мне, я являюсь руководителем. Ну и готовимся мы тоже к выступлениям на конференциях, пишем статьи, надеемся, что в конце мая, начале июня мы примем участие в нескольких международных конференциях. Студенты наши ежегодно выезжают на Олимпиады, Всероссийские Олимпиады по географии, где тоже выступают успешно, привозят грамоты, занимают призовые места. Одни из самых ярких событий в жизни нашего отделения это проведение Большого географического фестиваля и конференции. Мы активно сотрудничаем также с Русским географическим обществом, каждый год тоже проводятся различные экспедиции, в которых принимают участие наши студенты. На этой фотографии мы видим экспедицию плавучего университета, организованную Русским географическим обществом. Ну и вот Большой географический фестиваль, очень яркое студенческое событие, которое проводится в феврале и в марте, и оно проводится полностью силами студентов. И это одно из самых ожидаемых и насыщенных событиями мероприятий нашего института. Ну и здесь вы можете посмотреть, где вы можете работать после окончания нашего университета географического направления. Ну и здесь я хочу покажать наших выпускников последних лет, где в качестве примера, кто где трудоустроился. Ну, долгое время мы осуществляли подготовку по направлению рекреационной географии туризм, а вот со следующего года у нас уже будет общая география, которая даст больше возможностей для наших выпускников. Так что поступайте к нам, учеба у нас очень интересная, насыщенная, и запишите контакты, мы представлены в инстаграме, и в фейсбуке, запишите мой телефон, я всегда буду рада ответить на ваши вопросы, можете и сейчас задавать вопросы по WhatsApp, по чату, я буду рада ответить. Спасибо за внимание. В нашей гидрометеорологии. В следующем году будет набор по направлению гидрометеорология. Экзамены, вступительные экзамены, это математика, русский язык и география. Количество бюджетных мест составляет 15, и вот здесь представлены фотографии, где наши студенты проходят обучение. В основном, так как это гидрометеоролог, это такая профессия, которая занимается мониторингом окружающей среды, температуры воздуха, измерения толщины снега и гидрологические исследования, поэтому практическая часть будет проходить на улице. Здесь показаны именно практические занятия, где вы можете работать, это органы федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий. Сейчас эта специальность стала очень востребована в связи с тем, что часто происходят катаклизмы, связанные с природными объектами, например, наводнения во время половодия, паводковые ситуации, изменения климатических условий. Для этого все нужны специалисты гидрометеорологи. Начиная с 2016 года наше отделение начало выпускать специалистов. Но потом в 2019 и 2020 году у нас не было набора. Набор восстанавливается только в следующем году. Качество которые приветствуются это аналитический сплатума, способности к естественным наукам, способность осваивать новые технические средства и компьютерные программы, умение концентрироваться в течение длительного времени, дисциплинированность, ответственное отношение к трудовым обязанностям. гидрометеорологи и здесь показаны студенты во время обучения в основном метеорологи ну когда после окончания когда они будут работать они будут работать и в помещении и вот на улице. Дополнительно как и географы гидрометеорологи тоже проходят международную практику за пределами Якутии. Почему? Потому что у нас нету горных метеостанций высокогорных метеостанций у нас нет морского климата и так как специалисты гидрометеорологи они должны уметь и работать на морских метеостанциях и на горных поэтому ежегодно они тоже проходят совместно с географами практику за пределами Якутии. например позапрошлом году были на Крымском полуострове в прошлом году на Алтайе но к сожалению опять же мы должны были поехать на Кавказ но у нас не получилось в связи с пандемией. Здесь вот опять же показаны студенты во время международной практики это вот первая фотография это Алтай вторая фотография это Крым и вот опять же с той практики фотографии вот и мы еще сотрудничали работали с университетами с институтами Крымского полуострова здесь представлены фотографии и это студенты во время практических занятий то есть студенты непосредственно работают начиная уже с первого курса вот на таких метеостанциях но в принципе даже будучи студентом очного обучения можно устроиться сюда на работу то есть человек будет учиться и одновременно работать так и вот тоже здесь кадры практических занятий учебная практика после первого курса и сейчас я даю слово Петровой Александре Николаевне она является долгое время она работала метеорологом и у нее большой опыт работы она сейчас кратко расскажет вам кем могут работать выпускники по гидрометеорологии Александра всем здравствуйте меня слышно да я буду очень кратко потому что время уже очень сильно затянулось самое главное что какой большой плюс есть в нашей профессии метеоролог всегда сможет найти работу то есть что бы ни случилось в стране что бы ни случилось в мире метеоролог всегда находит работу в Якутии 100 метеостанций на которых ощущается острая нехватка специалистов на которых просто вас примут с распростертыми объятиями ну а работа наша она интересная это наблюдение за погодой что может быть интереснее наблюдений за постоянно меняющимся каким-то объектом да конечно это очень интересно работа сама по себе интересная работа спокойная требует главное качество как Мария сказала что дисциплинированность дисциплинированность то есть тяжести вы не таскаете далеко вы не ходите но вы самое главное должны быть дисциплинированно выполнять определенный объем работы далее что очень много работы с программами то есть нынешние современные прогнозы которые стали очень хорошо оправдываться в последние годы они в основном все на численных моделях математических в основном получается метеоролог прогнозист синоптик работает с программами то есть он должен уметь это делать метеорологи работают синоптиками еще на метеостанциях которые обслуживают авиацию то есть каждый наш полет самолета сопровождается метеообеспечением то есть это ответственная работа кроме того наши выпускники кто захочет дальше уже заниматься наукой имеют очень хорошие шансы поступить дальше в магистратуру и найти себя на стезе научной но изменение климата вы знаете это одна из самых главных проблем современности которая актуальна сейчас и будет актуальна еще очень долгое время то есть что я хочу сказать главное подытоживая что вы всегда сможете найти себе работу поле деятельности и всегда будете востребованы спасибо учителя родители я хотела бы для подушки безопасности вашей вот там сейчас в новых правилах можно сдавать или выбирать как вот тут говорили несколько предметов на ЕГЭ ну первое это нужно уже сейчас сориентироваться потому что если срок до 1 февраля времени остается совсем мало там начнутся рождественские праздники и так далее поэтому нужно уже вот сейчас придумать куда же пойти это первое какие экзамены выбрать на ЕГЭ и вот там где говорится выбор в общем я бы порекомендовала в общем-то выбрать обе позиции оба экзамена вот например на фундаментальную прикладную химию там естественно химия русский язык это однозначно и там есть еще математика профильная и биология вот лучше бы выбрать и профильную математику и биологию тогда у вас будет более такая широкая возможность люфт вы можете выбрать уже разные направления спасибо спасибо